Глубоко уважаемые коллеги! 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 В нашей же стране каждый метод выполняет различные отдельные врачи лучевой диагностики и заключения зачастую противоречат друг другу. Каждый врач выставляет свою категорию Байратс, которая может варьировать от Байратс-2, это значит доброкачественное образование, до Байратс-4, что регламентирует выполнение трепан-биопсии. Поэтому мультимодальный подход, который уже давно используется, вошел в рутинную практику в Европе, в Америке, в нашей стране это пока удел энтузиастов. Ну и конечно решение этой организационной проблемы, это когда диагностика будет в одних руках, это мультимодальный подход, это выполнение всех методов и проведение трепан-биопсии. Позвольте представить клиническое наблюдение данной рентгеновской маммографии. Плотная молочная железа, на фоне которой узловые образования не определяются. Заключение врача-рентгенолога диффузный аденоз молочных желез категория Байратс-2, это значит, что рака нет. При выполнении ультразвукового исследования в левой молочной железе определяется узловое образование до 2 см с гиповаскулярным кровотоком с жесткой структурой. Категория Байратс-4С по данным ультразвукового исследования. Если бы алгоритм диагностики заканчивался на маммографическом исследовании, то здесь был бы выложен отрицательный результат. И противоположный случай, когда у пациентки с имплантами молочных желез, маммографическое исследование по этой причине не выполнялось. По данным ультразвукового исследования, она наблюдалась с помощью ультразвукового исследования. И врач ультразвуковой диагностики узловые образования не определял, но наблюдал гиперхогенные точечные включения, которые он интерпретировал как последствия мастита, как проявление мастопатии. Но в связи с тем, что эта зона увеличилась, пациентка была направлена на магнитно-резонансную томографию. И мы видим обширную воскулилизированную зону в правой молочной железе, выполняющую две трети объема молочной железы. Это еще раз подтверждает, не существует идеального метода, только комбинация методов, так скажем, выбор диагностической пары для каждой конкретной пациентки позволяет нам не пропустить рак молочной железы. Но проведение диагностики, выявление зоны интереса – это первый этап диагностического алгоритма. Следующий – это взятие материала для проведения гистологического и иммуногистохимического анализа. Для этого тоже нужно выбрать метод навигации для того, чтобы взять материал из патологического очага. Чаще всего 85% всех биопсий выполняется под контролем ультразвука. Это выполняется в случае определения узлового образования, потому что для ультразвука плотный маммографический фон не является препятствием. Ультразвук способен увидеть мельчайшие узловые изменения от 3-4-5 мм и позволяет взять биопсию. Ограничение – это операторозависимый метод и плохая визуализация ряда типов опухолей, как я уже говорила, микрокальцинатов. Следующая по частоте выполнения метод навигации – это рентгеновский стереотоксическая биопсия. Выполняется приблизительно в 13% случаях. И этот метод необходим нам взятием материала, когда мы видим подозрительные микрокальцинаты. Метод трудоемкий, выполняется более 30 минут. И дополнительное оборудование требуется, да, это более высокотехнологичный метод. Ну и ограничение по использованной методике. Не все узлы можно взять с помощью стереотоксической биопсии, особенно глубоко расположенной или расположенной супариолярно. И третий метод визуализации – МРТ – практически не используется, потому что крайне сложно выполнить биопсию под МР наведением. Требует дополнительного оборудования, дорогостоящий метод, некомфортное положение для пациента. То есть достаточно такой травматичный для пациентки метод. И выполняется он в течение часа, ну максимум, да, то есть самое короткое время – это 45 минут. И вот если мы конкретно будем разбирать методы навигации, то биопсия под ультразвуком на сегодняшний момент уже не вызывает ни у кого вопросов, что взятие под ультразвуковой навигацией более эффективно, если брать, например, слепую или под контролем пальпации. Много публикаций о том, что даже при крупных образованиях рекомендуется взятие под визуальным контролем, чтобы взять более информативный материал из метаболически активной ткани, и чтобы, так скажем, не провалиться в зону некроза, и чтобы биопсия не оказалась неинформативной. Как я уже говорила, с помощью ультразвука, за счет ее высокой разрешающей способности, можно и визуализировать достаточно мелкие образования, и брать биопсию. Вот данный клинический пример показывает нам нутрикистозное включение, диаметр которого не превышает 5 мм. Мама-тест. Взятие биопсии под контролем рентгена, как я уже говорила, выполняется в случае определения микрокальцинатов. Есть два варианта стереотоксической биопсии. Это либо стационарный горизонтальный стол, специализированная аппаратура только для взятия материала. Он более комфортный для пациентки, более комфортный для работы врача и, так скажем, более точное наведение. Но не все учреждения могут позволить себе специализированный кабинет только для стереотоксической биопсии. Поэтому чаще всего используются стереотоксические приставки, которые устанавливаются на маммограф. Есть два вида взятия материала. Либо это трепан-биопсия, либо это вакуум-ассистированная биопсия. В случае микрокальцинатов в приоритете вакуум-ассистированная биопсия для адекватного забора большого количества материала и для дальнейшего исследования. Ну и в конце своей презентации я хотела бы рассказать о новом направлении в интервенционной онкомомологии. Это фьюжн-биопсия молочной железы, которую мы сейчас развиваем в нашем институте. Эта биопсия под совмещенным контролем МРТ и УЗИ в режиме реального времени выполняется в случае, если патологический очаг визуализируется только по данным МРТ, но является оккультным при УЗИ и маммографическом исследовании. То есть это аналог, альтернатива биопсии под МРТ-контролем, которая тяжело переносится пациенткой, дорогостоящая и малодоступна. При этом на ультразвуковой аппарат загружаются данные МРТ, изображение синхронизируется с ультразвуковой картиной в режиме реального времени. Таким образом локализуется патологический очаг и выполняется биопсия под совмещенным МР и УЗИ наведением. То есть данная процедура накладывает больше ответственности на медперсонал, требуются высокотехнологические знания, но она более комфортна для пациентов, чем биопсия под контролем МРТ. Для пациентки такая же по ощущениям, это то же самое, что у нее берут биопсию под контролем ультразвука. Позвольте представить клиническое наблюдение. Пациентка 64 года по данным мемографического исследования в левой молочной железе было выявлено гиперденсное образование с нечеткими неровными контурами. При ультразвуковом исследовании данное образование не визуализировалось, поэтому у пациентки была выполнена стереотоксическая биопсия. По данным гистологического исследования получена ткань молочной железы. Следующая диагностическая ступень – это выполнение МРТ молочных желез. По данным МРТ было выявлено в этой же проекции гиперваскулярное образование, имеющее подозрительные признаки относительно рака молочной железы. По результатам МРТ категория Байратс-4. За счет того, что был кистозный компонент, мы заподозрили развитие эмоционозной карциномы. Но пациентка на тот момент отказалась от выполнения биопсии, так как недавно у нее была стереотоксическая биопсия. И была выбрана тактика динамического наблюдения. Через три месяца повторили МРТ. Определялся умеренный рост данного образования. Вместе с нашими хирургами-онкомомологами было принято решение выполнить маркировку данного образования с помощью фьюжн-технологий. Предбиопсийная МРТ выполнялась в позиции супинации, чтобы положения на МРТ и на УЗИ совпадали. Это отличие от диагностической МРТ. Дальше диагностические МР-изображения были загружены на ультразвуковой аппарат. Произошло совмещение гиперваскулярного участка на МРТ. И мы локализовали его с помощью ультразвукового исследования. Дальше пациентки провели эксизионную биопсию по результатам гистологического исследования на разрезе опухолевого узела, круглой формы, серо-коричневого цвета, 1 см в наибольшем измерении. Гистологическое заключение – ткань железы с папиллярной кистозной пакриновой метаплазией эпителиопротоков. МРТ после выполнения хирургического исследования показало полное исчезновение каких-то патологических проявлений в молочной железе. В качестве заключения я хотела бы резюмировать, что диагностика рака молочной железы на различных этапах лечебного диагностического процесса требует комплексного подхода. Для того, чтобы врач лучевой диагностики смог выполнить фьюжн-биопсию, он должен владеть всеми модальностями. Он должен разбираться в графическом изображении МРТ, выполнять ультразвук и трепан-биопсию. Мультимодальный подход в одних руках – это диагностика одного дня. Мы сокращаем временные исследования и улучшаем маршрутизацию пациента. И, конечно же, необходимо формировать маммологические диагностические подразделения и готовить мультимодальных специалистов. Благодарю за внимание.